всем привет у нас рабочий день рабочая неделя ну и я решила начать снимать опять влоги и поэтому начнем я сегодня в платьишке что-то мне как мяты на камере выглядит вот и это с китая они удобные но в качество желает быть лучше в общем у меня сегодня брови покрасила а еще я хочу покрасить волос волосы наконец-то покрашу буду опять блондинка я думаю что хватит отдохнула меня голова кожи головы и надо быть блондинкой а еще я хотела постирать полотенца и у меня оказывается нет порошка точнее я стираю на работе гелем но нету поэтому сейчас поеду в меркадону заодно куплю морковку который у меня тоже нет я хотя вчера меркадоне была на морковку не купила перчик закончился тоже его надо купить в общем чего я вчера ездила не знаю не поняла но я купила арбуз которую по моему осталось немножко потому что обалденно вкусный оказался в общем так кто соскучился по чарли кто соскучился по чарли пишите в комментариях хотите ли вы видеть моего чарли в видео чарли скажи всем привет чарли какой-то ленивый не хочет он с вами общаться к чему бы это ладно едем в меркадону привет всем на обед у меня будет паэль я вчера готовила паэль и у меня осталось вот буквально немножечко паэль и сейчас разогрею опять у меня клей здесь потому что меня вот эта фигня отвалилась я его на клей момент приклеила и буду делать салат из морской капусты достала москву капусту он там типа сливается может сливаться нечему в интернете вчера лазила лазила думаю что-то мне надоело просто морская капуста есть она у меня в масле в общем как-то думаю надо что-то придумать и лазила лазила и что-то вот налазила в общем купила себе типа крабовые палочки только не вот в таком виде червячков вот яйца вчера сварила но этот три то естественно я не положу но не знаю один и два швабру купила но сейчас буду я вчера все прорисосила сегодня надо полы помыть вот и все буду салат резать и делать не знаю ни разу не пробовала из морской капусты такие салаты вы пробовали скажите как вы их делаете может как-то по-разному в принципе в испании морская капуста в таком виде то не продается и как бы широко не знаю попробовать ее что мы если покупаем то просто едим вот в таком чистом виде но это про что-то я ее наверно обожралась ну что-то захотелось новенького будем пробовать экспериментировать вот такой салат необычный вкус но вкусно но крабовый салат мне все равно больше нравится вчера ходила в магазин примор называется но он там продается косметика всякие духи туалетной воды в общем все 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 для женского ухода скажем так и купила себе кое-что сейчас покажу вам свои новиночки вот вы наверное помните где-то месяц назад я купила себе вот такую тушь она голубая работа как флакон так и тушь такого же цвета это от лореаль стоит она 14 евро с копейками парадис и она мне настолько понравилось как она красит ресницы прям вообще и смывается очень легко вы просто водой но не осыпается ресницы такие классные в общем знаете не вот тут вот ничего не это в общем такое ощущение что на водостойка но смывается просто водой и я пошла вчера магазин в поисках такой же только черный и я нашла бот это тоже самое что и синяя вот видите только цвет черный тут только маска не написано она а бы ну она дает объем меня ресницы знаете какие короткие вот такие вот прямые я той иной раз и вниз вообще смотрят и в разные стороны вот этот глаз особенно у меня вообще в разные стороны и вот эта тушь вообще прям у нее не во первых киточка обыкновенная сейчас покажу всякая не силиконовая там еще какая-то вот такая вот обычная не знаю видно не видно потому что все эти силиконовые или еще что-то все это такое все такая как а что она нифига не красит я думаю что видно вот видите обычные и хорошо прокрашивает пахнет конечно дешевый тушью но тушь не дешевый я бы не сказала есть туши по 6 евро и по 10 а это 14 вот а еще помните я подводку тоже покупала но это марк уже римель а типа водостойкой видите но такая как а вообще вот они мне сейчас на мне и все стрелки знаете вот так вот как в складках вот так вот нет этих стрел в общем пипец не понравилось очень рисует хорошо но не как а вот а еще летом я как бы не наношу на свое лицо много всяких там тоналка потом еще принципе я особо то так и не наношу только может быть тональное средство и все и сверху там это а а летом хочется чем меньше тем лучше но чем меньше тем лучше это подходило в 20 лет когда мне было 20 лет то можно было бы ничего и не наносить а сейчас уже знаете что я очень заметил у меня кнопушек столько много выреза вылезло вообще и нос постоянно красный потому что у меня в детстве постоянно обгорала или за обмерзала ничего не знаю что с ним случилось но у меня пока постоянно красный поэтому его надо чем-то замазывать и вот эти вот части то тоже вот тут тоже их надо замазывать и на лето я в прошлом году покупала вот такой сиси крем думаю что от клинки по моему думаю что он легкий незаметный и приносит классный эффект все это не оправдала моей надежды я когда им намазалась мне такое ощущение что я намазалась жиром каким-то вообще все блестеть начал у меня и прям размазывается как пластелин на мне и вот не знаю прям лицо все блестит жирный я такой не люблю я люблю что трогаешь лицо и как будто ничего на нем нету а это я его даже пудрой пыталась намазать но и смысл тогда если это на лето то что себе 150 как говорится слоев наносить и потом потеешь все это ручьями течет в общем не подошел очень жалко вот потом и вот еще раз я только удивилась что дорого не всегда качественно поэтому я вообще за дороговизной за марками или за какими-то там этими не гоняюсь потому что я говорю вот этот вот я не помню сколько он стоит но это как а как здесь говорят как аделабака и я вчера себе купила вот такой биби крем я попробовала им на руке и мне он так понравился еще он я видела по всяким там видео и все дела что он белые смотрите он белый как бы это показать выдавить но не очень много и давай-давай-давай ну вот видите он белый а потом все это размазывается и приобретает цвет вашей кожи так смешно пахнет довольно таки приятно и не оставляет вообще никаких следов вот вообще как будто у меня на коже ничего нету тем менее замазывает кокики ну сейчас я естественно елась чарли целовалась там ну пару бы сито поцелуйчиков мужу дала и дала как тут говорят вот и поэтому может быть уже половины не осталось брови красила естественно тоже подсмылась но все равно эффект мне очень понравился главное что мой нос не слишком красный и вот это средство мне вообще подошло супер классное вот тоже здесь 24 часа это биби крем пять в одном чё там пять в одном протекцион 20 то есть это ульт для ультрафиолетовых лучей в общем 20 для меня это нормально потому что если на пляж пойдешь конечно это мало нужен полтинник а если допустим из дома в машину из машины на работу то самое оно ничего не сгорает ничего не обгорает а уже солнце не так палит в общем вот это средство тоже от лореале ну что-то около 8 евро по моему стоит или 7 даже не знаю видите медиум лам это медиум лам это тон это самый светлый что был там в принципе их два было светлые потемнее в биби кремах и сиси кремах там нет особых развлечений сильно там светлые и темные он виде он не видим а он подстраивается под цвет вашей кожи и поэтому они сами не заметно очень вот этот советую классный мне вот этот понравился я прям сегодня намазалась и прям так классно вот трогаю знаете кожа такая шелковистая шелковистая вот а еще я принесла краску с работы и буду сегодня краситься кроме краску а обесцвечивающий порошок сейчас вам оставлю чуть за хорошо потому что я себе отсыпала столько на один раз мне хватит я много всяких тоже перепробовал обесцветить обесцветить в общем средства для обесцвечивания волос не всем не подходили в том плане что у меня очень сильно ярко выражен на желтый пигмент и чтобы его обесцветить это вообще нужно поспалить весь все волосы ну в принципе что я и делаю поэтому когда меня спрашивают как я добиваюсь такого цветовых белого волос очень все просто я его просто супер супер пупер сжигаю но так как я стригусь почти каждые два три месяца это не особо мне как бы портит мой волос и все дела если бы я отращивала волос туда я бы не стала обесцвечивать потому что он действительно как солома вот солома сейчас вот прямо такой живой хороший волос когда покрашу как солома тувор трогаешь но у меня короткий волос поэтому меня особо не заморачиваюсь на насчет здоровья своих волос скажем так а у кого длинный волос то лучше не экспериментировать с обесцвечиванием потому что смотрится длинный волос когда вот такой вот кипельно-белый до смотрится неестественно и все-таки он очень сильно сжигает волосы длинный волос жены это некрасиво мне очень много клиентов приходили которые вот прямо они даже не укладываются вот все дыбом стоит в общем и не нравится ну а я стригу буду сейчас краситься в общем вернее не сейчас сначала мы погуляем с вот этим он отдыхает чарли ты отдыхаешь не будем умешать ему по барабану вот соизволил посмотреть погуляю и потом уже покрашусь как всегда пришли на война в наш парк любимый где черепашки гусь перри селезень там черепашки плавают мальки в общем все как обычно и мы снимаю влог о снимаю влог так вы знаете я попутала я сейчас в инстаграме истории снимала и всем сообщала что снимаю влог ну и решила вам сообщить ну куда ты только хотела вон там есть ну-ка ну-ка вот она черепашка там еще одна короче тут их наверное не знаю дофига и больше штук наверное шесть черепах в общем подписывайтесь на канал ставьте лайки все как обычно а еще подписывайтесь в инстаграм выходят ну а так как я была выпала из жизни скажем так на некоторое время сейчас опять ваза все возобновлю и будет у нас лето пляж море солнце я отсюда смотрю сейчас попробую вам показать по телеку передают шторм небольшой ну вроде бы как ветер хотя смотрите какое море замечательное не видно никакого не шторма не ветра нету хорошая погода и не сильно жарко знаете нет такой духоты и жары 26 градусов где-то вот так 26 27 это на побережье а чуть отъехать например гранате там уже 33 35 там всегда жарко а у нас замечательно в общем нам осталось еще идти дофига и больше с чарли потому что мы пойдем сейчас маршрутом ну где-то шесть километров всегда мы делаем 6 километров гуляем а потом буду красить беляночкой буду очень попугайчик такой маленький классный зелененький с красным клювом куда-то он туда улетел слышите его только классный как будто вот знаете из клетки прикольно в оливках где-то где-то в оливках ты где а вон не знаю через сетку видите как его найти вам вот видите там сетка в общем красная грудка желтый клюв красненький прикольный попугайчик да чарли жарко тебе пока я тут крашусь чешется зараза у меня тут все варится париться здесь буду тушить мясо мясо тушеное будет вот овощи приготовила пока мясо там у меня жарится париться здесь я варю гречку я буду типа я хочу сделать здесь гуляш типа гуляша а здесь отварю себе гречку муж гречку не ест я ему завтра сварю рис вот и усе а сама пойду ужинать вот ужинать пойду на мыло черешню и пока у меня все это приходит до нужный констин до нужного цвета консинции ну вы поняли я поужинаю потом засыплю овощи в общем делов от меня уже ничего не осталось потому что самое главное в готовке это порезать так ушла черешню мопать а потом купаться смывать я не буду ничем тонировать я сейчас обесцвечиваю волос тонировать я ничем не буду я просто нанесу маску у меня маска есть сейчас я вам покажу мне ее сестра привозила еще в прошлом году представляете кстати она в этом году скоро приедет моя двоюродная сестра который к нам уже едет третий год по моему не то есть сейчас покажу маску которая мне привезла очень хорошая убирает желтый цвет вот это она мне с россией видите серебристая маска для холодных оттенков блонд хорошо убирается желтый цвет вот этот вот оттенок оттенок вот этот вот цеплячий да и становится такой хороший цвет в общем вот такие у нас планы на вечер и очень приятно пахнет этот обесцвечивающее порошок ну что но сейчас не видно конечно ночь я завтра вам покажусь такая вот я стала он сейчас еще высохнет побелее будет в общем мне нравится в принципе все как всегда надо сейчас машинку поставить так что тут с моим гуляшом пахнет умереть нужно пахнет еще туда смотрите зелень достать осталось положить мясо тут и три куска но не три куска побольше но мало вот завтра будет нам такая вкусняшка буду с вами прощаться до завтра так что снова будем с нами с вами вместе каждый день подписывайтесь ставьте лайки пишите ваши комментарии как у вас лето проходит каникулы встретимся с вами завтра всем пока пока